Пастернак, хасидизм и искры мироздания, в кавычках. Пастернак и Мандельштам тяготеют друг к другу, просятся в сравнение. Сами фамилии их накрепко притянуты и зрифмованы точной ассонансной рифмой А-Е-А. Конечно, можно ставить их в один ряд с другими обновителями русского поэтического языка начала XX века. С шаманистом Велимиром Хлебниковым, Дионисийцем Вячеславом Ивановым. Но в любом авангардном или модернистском сообществе они занимают особый, им двоим принадлежащий уголок. И вовсе не потому, что они так уж похожи. Скорее наоборот, именно несходство, можно сказать, диаметральная противоположность двух поэтов, позволяет угадать в них принадлежность одному кругу. Укорененность Пастернака и Мандельштама в еврейской духовной традиции яснее всего обнаруживается именно в точке ее разделения на два потока, два типа религиозного сознания, раскол которых обозначился к концу XVIII века в западной части Российской империи, как противостояние хасидизма и талмудизма. Именно на этом фоне взаимоотношение двух поэтических систем Пастернака и Мандельштама приобретает реальный смысл. Разделение российского еврейства на две религиозные ветви, хасидскую и талмудическую, очерчивало с разными географическими зонами их распространения. На севере среди прибалтийского еврейства наиболее состоятельного и образованного господствовали миснагдим, буквально противящиеся, то есть не принявшие хасидского обновления, верные раввинистическим устоям, предпочитавшие обучение книге с большой буквы, ученый, законнический путь богопознания. Ближе к югу, среди бедного еврейского населения, прежде всего на Украине, не оставалось другого пути к Богу, кроме легкосердечности, беззаботности, радости нищего сердца. Там проповедь основателя хасидизма Баалшемтова, Бешта, имела наибольший успех. Закон написан не в книгах, он записан в твоем собственном сердце, как открытость Богу и сорадование всякой мелочи, приоткрывающей его волю. Как известно, семейство Пастернак происходит с крайнего юга географической зоны еврейского расселения в России, из Одессы. Предки Мандельштама, напротив, происходят с севера, по отцовской линии из Риги, по материнской – из Вильну. При обладании творческого хасидизма в Пастернаке и творческого талмудизма в Мандельштаме в какой-то мере предвосхищено той духовной средой, которая питала их предков. Талмудисты, посложившиеся тысячелетней традиции, полагали, что народ, рассеянный Богом за свои грехи, должен плакать и молиться, читать талмуд, исследовать букве и духу закона, и в этом единственный путь искупления грехов и возвращения Божьей милости. Хасиды же, и в этом они могут быть соотнесены с харизматическими движениями в других религиях, например, суфизм в мушульманстве, пятидесятничество в христианстве, считали, что верующему дано воспринимать Бога полнотой своего умилённого и просветлённого сердца. Хасидизм — экзистенциально-мистическое движение в восточноевропейском еврействе, особенно гонимом и страждущим, и потому чувствительным к проповеди радостного богопознания. Если талмудист подчиняет свой ум постижению законов, вписанных в книгу, то хасид читает их в собственном сердце. Цадик, святой хасидизма, открыт малейшим случайностям мироздания, как игре божественного промысла, в которой человек призван быть блаженным соучастником. Чем случайнее явление, тем божественнее его природа, ибо божественное — это непредусмотренное, невыводимое из общих законов и несводимое к ним. И чем случайнее, тем вернее эта пастернаковская строчка из стихотворения «Февраль» как будто выписана из хасидских учений. И весь дух его поэзии здесь и сейчас — блаженная лёгкость существования, ничего устойчивого, тяжкие духи долга и учения отпускают душу, кавычки, и манит страсть к разрывам, кавычки. Хасидская традиция в какой-то степени близка тому, что в России понималась под юродивостью. Это «обратный» иудаизм, «обратное» христианство. Не священнослужитель, вещающий сам вона, а юродивый, заляпанный грязью из лужи, живущий в обнимку со всем мирозданием, не ограживающий себя от мира и от мирского. Но хотя и есть некоторый соблазн причислить пастернака к юродивым, кавычки, «я святого блаженней», кавычки, «марбург», кавычки, «кто велит, чтоб жглаз юродивого речь», кавычки, «балашов». Достопамятный отзыв Сталина, избавивший пастернака от ареста, «оставьте этого юродивого». Все-таки многое отличает его от русской юродивости. В пастернаке и в его лирическом герое нет того надрыва, смехового выверта, язвительной издевки, того пафоса обличения неправд окружающего мира, который столь характерен для русского юродивого, с его «болезненностью» в кавычках, деланным слабоумием и истовым самоуничижением. Нет этого тяжелого, мрачного растерзания своей одежды и плоти. У пастернака блаженное, добродушно прямое, сбивчиво-радостное восприятие реальности, как оправданной и благословенной. «Превозмогая обожание, я наблюдал, благотворя. Здесь были бабы, слабожане, учащиеся слесаря». Стихотворение «На ранних поездах». Простое перечисление уже приводит в поэтический транс, потому что все в мироздании обожается и благотворится. Отсюда не только перечислительный синтаксис пастернака, заставляющий вспомнить библейское «и», 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 но и его склонность дробить мир на мельчайшие частицы, чтобы в каждой из них обнаружить святость, своего рода квантовая теология, столь характерная для хасидизма. Сама жизнь в представлении пастернака — это разлив, разбившийся на мириады капель, подобно дождю. «Сестра моя, жизнь и сегодня в разливе расшибла с весенним дождем обо всех». Или «Жизнь — это световые промельки, выстрелы стрижей и полеты пыжей от разгорающейся зари. Рассвет расколыхнет свечу, зажжет и пустит в цель стрижа, напоминанием влечу, да будет также жизнь свежа». Если мы попытаемся выделить некую условную единицу пастернаковского образа творчества, то она окажется меньше, чем у кого-либо из русских поэтов. Это капли, снежинки, пушинки, листья, ветки, искры, слезы, цикады, муравьи, чашечки, рыльца, лединки, дольки, шарики, иглы, звезды, бриллианты, запонки, бусы, костяшки, стекляшки, розетки. Все сводится к предельным дробям мироздания, расчисленного пастернаковским «всесильным богом деталей», его всеблагая весть простирается не только на «человецов», но и на малых сих предметного бытия. «В траве, на кислице, меж бус, бриллианты хмурясь, висли». И стихотворение имелось. «У капель тяжесть запона, и сад слепит, как плес, обрызганный, закапанный, миллионом синих слез». И стихотворение «Ты в ветре веткой пробующим». Тянулась в жажде к хоботкам и бабочкам и пятнам. И стихотворение «Лето». «Струится дорожкой в сучках и улитках мерцающий жаркий кварц». И стихотворение «Зеркало». «Роскошь крошечной ромашки в росе, губы и губы на звезды выменивать». И стихотворение «Сложа весла». Да и человеческое существо разбито на губы, ключицы, локти, ладони, пальцы, запястья, суставы, позвонки, на мельчайшие части телесного существования. И звуки предельно дробные, глотки, плескания, всхлипы, или состоящие из отдельных коленцев, щелканье, чириканье, цоканье. Чем просветленнее поэт, тем пристальнее он видит мир, и тем щедрее к нему бог деталей. В состоянии озарения, кавычки, «каждая малость жила, и, не ставя меня ни во что, в прощальном значении своем подымалась». Марбург. В этом трансе перечисления и детализации Пастернак выступает как цадик, блаженный и святой хасидизма, которому в предельных малостях открывается милость Божья. Здесь невольно вспоминается одно из центральных понятий хасидизма — «искра», как подлинный, видимый нам размер Божьего пребывания в мире. Согласно Каббале, при творении мира божественный свет распадался на искры, которые спустились в глубины нижних миров, чтобы заранить в оболочке земных вещей зародыши влечения к высшим мирам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова